здравствуйте коллеги меня зовут полина круглова я являюсь представителем компании фотометр сегодня мы поговорим как уже было сказал ранее сказано ранее о обработке аэрофото съемки с помощью программного продукта context capture немного совсем о истории появления данного программного продукта изначально это была французская разработка называлась она q3d в дальнейшем полностью весь французский офис был приобретен компанией bentley и дальнейшее все развитие уже происходит под названием context capture программное обеспечение имеет ряд преимуществ возможно крутые достатки недостатки какие-то найдет но в общем и целом программный продукт очень интересный отличается от других качеством высокая детализация всех моделей которые получаются из нашего программного обеспечения интерфейс к сожалению сегодня не будет продемонстрирована продемонстрирована русскоязычная вариация данного программного продукта он уже переведен был отправлен в московский офис на доработку инженеры компании bentley его скорректировали весь перевод который был уже произведен и соответственно направили обратно в ирландский офис для дальнейшего утверждения и уже окончательно перевод программы но надеемся что еще до окончания весны у нас будет уже программный продукт полностью на русском языке то есть удобен для для наших пользователей на сто процентов интеграция с другими программными продуктами ну вообще в программе есть большое количество выходных форматов которые поддерживаются различными программами различными средствами обработки они постоянно дополняются новыми новыми форматами что делает все форматы которые выходят из программ очень удобными легко обрабатываем средствами постобработки также требования к пк отличительной чертой является так называемая тайлова система то есть после проведения этапа ретриангуляции практически любой компьютер может продолжить работу со всеми данными построить модель без потери качества чуть подробнее о том что это такое и как это происходит вы увидите далее потому что в процессе вебинара мы проделаем с вами все действия которые необходимо проделать для того чтобы получить конечный продукт то есть рассмотрим все вкладки все 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 практически функции программного продукта немного о входных данных которые необходимо загрузить программы для того чтобы наш для того чтобы в итоге получить хороший результат по рекомендациям самым программным продуктом перекрытие между снимком снимками в при классической съемки при съемке в наде раз беспилотника продольное перекрытие должно составлять 80 процентов уперещины 60 если вы в комплексе со снимками произведенными в наде применяете перспективную съемку то есть дополнительно отлетаете какой-то объект или вас в принципе стоит задача построения подробной 3d модели их то отдельных участков объекта то тогда применяется съемка на разных уровнях перекрытие между точнее даже не перекрытие а угол угол наклона при изменении уровнях облета должно не превышать 15 градусов соответственно это даст нам хорошее перекрытие и детальную съемку детальную съемку всех даже более мелких наверное детали объекта за счет того что можем также подлететь поближе и провести дополнительное сделала дополнительные кадры интересующих объектов также мы рекомендуем при съемке использовать опорные точки это позволяет нам привязать модель к существующей системе координат неважно какая она местная локальная общая а также скорректировать общее положение модели в пространстве и провести дополнительные калибровку камеры по опорным точкам перейдем непосредственно к самому софту сам софт состоит из трех модулей первый модуль это acute 3d viewer это модуль бесплатный который позволяет нам установить его на любую любой 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 компьютер любое пока любого пользователя который собирается как пользоваться своим программным обеспечением так и возможно дальнейшем анализировать вы результат это просмотровщик он позволяет открыть трехмерную модель и провести довольно примитивное измерение то есть померить координаты в любой точке модели померить расстояние померить площадь или вычислить объемы объемы вычисляются непосредственно объем фигуры то есть таких функций как подгрузка проектной поверхности там нету но естественно что все оформление получено в результате программы скорее всего вы будете производить полноценной кат системе данный данный функционал предусмотрен для предварительного просмотра следующий модуль который идет в комплекте с программой это contact capture engine так называемый расчетный модуль то есть при его запуске программа начинает производить все расчеты он не требует какого-то дополнительного интерфейса то есть это окно в котором вы не можете не выбирать не подтверждать что-либо он выполняет только расчеты программы и последний модуль который вы увидите если установите contact capture это contact capture master это непосредственно интерфейс в котором производятся настройки всех параметров того проекта который вы будете выполнять то есть туда загружаются фотографии и выполняются все настройки при этом для того чтобы начали происходить расчеты в комплекте одновременно с мастером должен быть запущен и engine перейдем непосредственно к самой программе это первое окно программы к сожалению презентации немножко ужалась и поэтому качество чуть-чуть наверное хромает но я думаю что к данному вебинару александр прикрепит полноценную версию этой этой презентации и вы рассмотрите в деталях само программное обеспечение и слайды предложены здесь первое окно которое вы видите она довольно стандартная то есть ничем не отличается от практически любых окон в обычных пользовательских программах первое что мы видим это окошко которое позволяет создать новый проект второе окно это окно в котором под которым появляются все проекты которые были открыты последними из которыми власть работает обычно около пяти шести проектов и последнее окно предназначено для того чтобы открыть любой проект который вы ранее выполняли соответственно мы переходим к созданию нового проекта в первом окне всплывающего окна у нас появляется окошко для того чтобы ввести имя имя проекта естественно должно вводиться уникальное потому что все проекты там дальнейшем должны быть легко различимы и программа при расчетах должна не путаться все названия проектов в принципе можно вводить как русскими так и английскими буквами но желательно вводить латиницей потому что программа бывает к этому привередлива следующим окном программы является место хранилище всех данных которые будут сделаны в проекте под именем самого проекта рекомендуем создавать отдельную папку для того чтобы потом было проще найти созданные вами проекты и соответственно проще было с ними работать далее идет большое окно в которое вы можете заполнить комментарии к проекту скажем так с практической точки зрения я этим окном редко пользуюсь и пользователи тоже не всегда его заполняет она обязательно к заполнению и не является после того как мы ввели имя проекта мы можем переходить уже непосредственно к самой загрузке фотографий всех дальнейших настроек нажимаем окна перед нами появляется основное окно программы она как вы видите довольно простое ничем сложным не перегружена обратим внимание на верхнюю часть на левый верхний угол программы здесь у нас идут стандартные вкладки это production блок и дальнейшие действия по проекту соответственно хотелось бы обратить внимание наверное на последнюю пока вкладку да то есть что у нас не есть здесь мы можем здесь мы можем открыть так почему-то не работает выделение ну ладно здесь мы можем с вами открыть мануал который довольно просто и подробно может описать все функции в программе он хорошо переводим google и при каких-то там нюансах и можно легко воспользоваться но в принципе как правило обращение к мануалу не требуется потому что после там обучение по программе никаких лишних вопросов она не вызывает также если мы посмотрим на строчку ниже где у нас идет белый листок папка для открытия сохранения и последний инструмент это такой проводник который показывает количество машин которые были подключены в сеть для расчетов также он показывает продукты которые находятся на стадии расчета которые запущены скажем так продукты которые находятся на стадии ожидания и продукты которым по которому по каким-либо причинам могла произойти ошибка сейчас ни один из продуктов не запущены расчетов поэтому все все показатели соответственно имеют нулевые нулевые параметры также мы сейчас видим что у нас открыт первый блок первый блок и в нем у нас как раз имеются все вкладки на которых мы будем с которыми будем работать на начальном этапе вот они у нас здесь располагаются также увидите две кнопки это запуск аэроприангуляции и запуск новой реконструкции они пока не активны потому что никакие данные в программу введены не были переходим к следующей вкладке это вкладка фото она идет последовательно сразу после вкладки генерал потому что следующему так мы которые мы будем с вами производить и как правило производится при любом проекте это загрузка входных данных вы видите что есть две возможности загрузки фото материала это у нас загрузить как по одной фотографии то есть шестом с контролом смотрела и загрузить целую папку то есть при выборе папки весь фотоматериал как бы он не распоролагался внутри этой папки будет загружен в проект также все фотографии желательно хранить в доступном месте то есть с максимальным количеством прав пользователя на пока для проведения быстрых вычислений после этого после того как мы загрузили выбрали все фотографии которые мы будем с вами обрабатывать они у нас загружаются в наш проект и появляются вот как вы видите под строчкой фотогруппа что значит фотогруппа при загрузке в проект фотографии у нас могут быть фотографии выполненные с разных средств фотографирования то есть разными камерами например вы снимали какой-то объект использовали съемку с беспилотник и дополняли ее съемкой земли использование таких фотографий абсолютно разных оно допускается и для того чтобы программе было проще с ними работать они просто размещаются в разные фотогруппы соответственно также если вы загрузили в проект разные фотографии программа автоматически понимает их параметры и распределяет по фотогруппам при желании можно фотогруппу разбить там хоть по кадру чтобы каждая фотография воспринималась программа отдельно справа мы с вами видим табличку которая отражается каждой фотогруппе то есть это название камеры это параметры камеры которые при необходимости если вы выполняли каким-то специфическим средством фотографирования и автоматически не было не были определены размер матрицы и фокусное расстояние вы их можете заполнить но как правило это происходит автоматически из из как бы данных с фотография нами были загружены фотографии которые имеют пространственные теги то есть x и y по каждой фотографии у нас известен GPS приемника который был привязан к фотографии поэтому мы видим что в колонке у нас стоят такие желтые метки две остальные колонки у нас являются на данный момент пустым и заполнится после проведения первой аэротримуляции соответственно вычисления поворотов камеры и связующих точек по ним далее если обратите внимание на тот набор инструментов который у нас имеется на вкладке фото то мы видим вот такую вкладочку видео то есть в данной в данной программной софте это пускается использование видеоматериала если вы нажимаете на эту кнопку то у вас появляется соответствующее окошко в котором можно выполнять следующие действия то есть вы выбираете видео которое собираетесь раскадрировать выбираете то с какой по какую секунду вы будете выполнять раскадровку это задается также вручную и с какой частотой вы будете проводить выборку этих кадров и соответственно указываете папку куда будут сохраняться все материалы которые были получены в результате раскадровки это производится автоматически соответственно здесь нужно учитывать что при раскадровке видео параметры камеры у нас будут неизвестны потому что каждому кадру такой информации привязана не будет ее будет необходимо заполнить вручную исходя из параметров камеры которой велась видеосъемка форматы в которых загружаются как фото так и видео материал вы можете увидеть на представленном слайде здесь вы видите много сырых форматов прав которые позволяют не конвертировать самостоятельно фотографии с помощью каких-то сторонних программных продуктов продуктов а загружать их напрямую в программу также видите форматы видеоматериала по вкладкам следующая вкладка ну наверное которой не следует обращать слишком много внимания соответственно удаление фотографий и после этого идет вкладка которая позволяет сжать качество фотографий то есть при необходимости мы можем сократить информативность фотографии сокращается она в процентах тем самым облегчить проект и ускорить процесс аэротренингуляции соответственно это можно выполнять на каких-то прикидочных этапах и если вы выполняете проект полноценно с нашей стороны не рекомендуется проводить какого-либо сжатия материала то есть всегда делать на сто процентов скажем так если говорить о скорости аэротренингуляции то ее можно повысить таким сжатием но опять же повторюсь не рекомендуется лучше делать всегда на стопроцентном качестве далее идет функция которая позволяет проверить наличие фотографий в папках то есть если вы проводили какую-то чистку не знаю какую-то замену фотографий то в такой ситуации вы можете автоматически проверить все ли указанные загруженные фотографии находятся на своих местах не вызовет ли это в дальнейшем какие-то сложности если вдруг в данном окошке программ пишет что какие-то фотографии были удалены и не находятся по своему месту расположения появляется удобная функция которая позволяет автоматически вычислить эти фотографии из самого проекта вычистить чтобы они не грузили проект и не вызывали вопросов при расчетах далее если мы идем по вкладкам именно первого нашего блока то мы переходим на вкладку которая посвящена загрузке облаков точек в последней версии программы была добавлена такая функция как добавление и загрузка облаков лазерного сканирования есть два варианта вы можете загружать лазерное сканирование со сканера обычного или же загружать со сканера закрепленного на на БПЛА то есть такая функция тоже уже разработана поддерживается загрузку двух форматов сканирования это Е54 и ПТХ почему именно эти форматы потому что они содержат информацию о положении каждой точки в принципе замысел изначальной данной функции во-первых эта функция позволяет совместить лазерное сканирование и фотосъемку то есть если у вас есть закоординированные фотографии или фотографии с известными позициями или фотографии уравнены например по опорным точкам в той же системе координат что и было произведено лазерное сканирование то вы можете совместно уравнять эти два материала и получить твердотельную трехмерную модель которая с одной стороны будет использовать точность лазерного сканирования и с другой стороны фотографии которые например могли были быть сделаны в тех местах где лазерный сканер у нас не добивает крыши домов какие-то не знаю возможно за заборами объектов если мы идем какую-то съемку по дороге и у нас есть определенные мертвые зоны которые со сканера нам подцепить не удается также возможно обработка отдельно просто лазерного сканирования это позволяет сократить общий вес лазерного сканирования и превратить его вот в такую трехмерную модель которая в дальнейшем может использоваться при определенных задачах также загружается как я уже говорила воздушно-лазерное сканирование оно загружается в формате 54 или желаз да соответственно если там параметры с обычного сканирования материал с обычного сканирования мы уже имели возможность протестировать к сожалению без сочетания с фотографиями потому что пока еще такого материала набора материалов нам не предоставили не было у нас пока только возможности то с воздушно-лазерное сканирование пока даже не знаем у кого попросить поэтому если вы заинтересованы или пользуетесь данной технологией хотели бы попробовать будем рады совместно с вами протестировать данную функцию соответственно это функция по лазерному сканированию следующая вкладка которая у нас идет в программе это вкладка предназначенная для привязки нашей модели по опорным точкам первый пункт это как раз таки загрузки загрузка точек с съемок например стахиометра или с любого другого средства координирования после этого идет вкладка которая позволяет вручную связать фотографии между собой за счет указания общих точек на соседних фотографиях и третья вкладка предназначена для того чтобы например искусственно масштабировать модель то есть мы с вами можем указать две точки на фотографиях и задать между ними расстояние например у нас не было никаких привязок и фотографировать мы вообще могли с земли обычно с фотоаппарата но тем не менее нужно задать масштаб модели указываете две точки общие на фотографиях и задаете их параметр также вы можете указать направление x, y, z и задать ноль от которого будет рассчитываться вся модель перейдем во вкладку нанесение опорных точек в принципе изначально у нас с вами может быть две ситуации когда мы знаем ту систему координат которой мы работаем соответственно мы можем ее выбрать из предложенных систем координат самой программы из библиотеки или же мы можем задать ее самостоятельно зная параметры перехода и вторая ситуация когда мы работаем в условной системе координат то есть никаких параметров перехода у нас нет или там например мы не можем их там однозначно и точно определить в такой ситуации мы должны с вами выбрать параметр Cartesian в принципе разница между двумя методиками заключается в том что если мы с вами зададим известную систему координат то наши данные будут например легко интегрироваться с центрами фотографирования то есть после первой рентрингуляции мы с вами получим проекции а если же мы с вами задаем условную систему координат то в таком случае мы должны с вами обязательно указать минимум три точки каждую из которых указать на трех фотографиях и после этого уже наша с вами модель будет привязана к интересующей нас системе координат то есть автоматического проецирования опорных точек у нас с вами не будет сейчас рассмотрим вариант когда у нас известна система координат это не обязательно в JS84 это может быть любая из предложенных систем координат или же система координат формированная вами для того чтобы погрузить опорные точки нам необходимо выбрать текстовый файл структура текстового файла у нас примерно следующая между нашими числами у нас идет разделитель пробел отделение дробной части производится с помощью точки соответственно импортируем такой текстовый файл и получаем отражение этого текстового файла уже в нашем окошке также мы можем добавлять вручную каждую точку но я думаю что это не совсем удобно и соответственно в этом же окошке в принципе мы опорные точки наши с вами можем редактировать ниже представлены все фотографии которые были загружены в проект обратим внимание что пока нам доступна только вкладка демонстрировать все фотографии поскольку мы указали систему координат мы хотим чтобы у нас были подсказки в виде проецирования по фотографиям после загрузки соответственно сохраняем эту вкладку и переходим к следующим вкладкам для того чтобы рассмотреть их функционал на следующей вкладке мы можем с вами задать такой параметр как указать например что фотографирование велось только в надир и мы можем задать захват кадра минимальный и максимальный то есть по ширине и по высоте данная функция предназначена для объема большого количества материалов например если вы отсняли город например тогда это поможет значительно алгоритмом сократить время расчетов при проведении ареттриангуляции на небольших объектов это вряд ли приведет большой эффект и поэтому при там не знаю при объемах сравнительно небольших смысла применять данный функционал мы пока не заметили и последняя вкладка которая у нас с вами идет в данном блоке это просмотровщик здесь мы сможем можем с вами видеть положение фотографий в виде оранжевых точек которые были у нас взяты из экзива фотографий и опорные точки которые пока у нас отражаются с вами красным цветом потому что мы не наносили их на какие-либо фотографии здесь в этом окошке какие-то фотографии можем удалить если видим что это случайный кадр который был сделан для панорамы и не предназначен был изначально для расчета также хочу отметить по центрам фотографирования что мы можем загрузить естественно центра фотографирования отдельно для этого также на вкладке фото есть у нас инструмент в виде текстового файла можем подгрузить и использовать как отдельный файл переходим в вкладку гейнером как вы видите теперь у нас стала активным кнопка submit аэротреангуляция то есть после того как мы загрузили с вами фотографии мы можем проводить уравнивание в окне доступны некоторые настройки это имя блока как правило физически потом с этим блоком то есть в дальнейшем выискать или там выгружать загружать не приходится поэтому имя всегда можно оставить по умолчанию нажимаем кнопку next и мы видим варианты уравнивания предложенной программы пока два последних варианта уравнивания по опорным точкам у нас не активно потому что мы их не наносили начнем с первого варианта этот вариант применяется в том случае если у нас было проведено фотографирование без какой-либо привязки и в данном блоке будут использоваться как фотографии направленные надир сверху так и перспективные фотографии вертикл используется в той ситуации если у нас не было никаких привязок но при этом мы знаем что все фотографии были сделаны надир уравнивания по type используется когда мы с вами применяем привязку по общим точкам между фотографиями заданными вручную это вторая вкладка на при привязке параметров то есть если мы не вгружаем какой-то файл а вручную увязываем наши фотографии далее у нас идет с вами две методики уравнивания по центрам фотографирования которые имеются у нас в данном продукте мы можем уравнивать например будучи уверенными в центрах фотографирования то есть если использовалась какой-то очень серьезный GPS приемник и я думаю что это применимо по алгоритму в принципе это применимо к максимально точным центрам фотографирования например при использовании классической аэрофотосъемки самолета если же вы используете беспилотный летательный аппарат то лучше всего применять метод уравнивания с уточнением положения центров наших камер то есть это менее жесткое учитывание центров каждой фотографии данная настройка стоит у нас по умолчанию и мы ее не меняем если на 100% не уверены в серьезном GPS приемнику установленном на борту нашего летательного аппарата также есть более мелкие настройки которые позволяют нам сориентироваться в той ситуации если съемка была проведена не совсем корректно или не совсем стандартно потому что в принципе те настройки которые установлены по умолчанию они являются оптимальным то есть если у вас выполнено хорошее перекрытие не было каких-то экстремальных вещей в виде плохой погоды и так далее здесь есть такие настройки как дополнительная просмотр и обработка фотографий например набор опорных точек не один раз прохождение по фотографиям а несколько раз и другой более сложный алгоритм подбора пар то тогда эта настройка на эту настройку можно оставить по умолчанию или же поменять на мультипасс то есть более точное более точный поиск нижние настройки у нас предназначены для уточнения калибровки также при при съемке проведенной при нормальных условиях данные настройки можно возможно только например добавить дополнительное вычисление параметров камеры по некоторым параметрам после этого у нас запускается процесс аэротреангуляции этот этап как раз таки требует того чтобы мы запустили наш второй модуль это энжин такой рыженький квадратик который я показывала в начале он производит все вычисления как вы видите в нем у нас невозможно что-либо подтвердить внести дополнительно настроить он занимается только расчетами здесь вы видите строчку которая указывается на тот блок или тот процесс который выполняет программу а также указывает диск с которого считывается информация программой почему этот параметр важен потому что если вы будете использовать например контекст скепчу-центр и распределять процессы по разным компьютерам есть требования по которому все данные для обработки должны храниться на одном диске которому равные права доступа имеют разные компьютеры соответственно этот процесс после запуска у нас начинаются все наши расчеты если вот этот момент вы закрываете контекст скепчу-мастер то расчеты не прекращаются они будут продолжаться до того момента пока не будут вычислены а вот если вы наоборот закроете engine то в этот момент расчеты у вас прекратятся на что программа покажет вам ну соответствующее сообщение об ошибке то что его нужно запустить после процессора тренгуляции вы видите галочку которая у нас подтверждает что все было выполнено успешно и мы можем с вами перейти например к внесению опорных точек что поменялось на остальных вкладках на вкладках фото у нас появились галочки в позициях фотографиях то есть они были уточнены и вычислены например общие связующие точки на вкладке добавление точек у нас появились вот такие зеленые метки теперь в вкладке для того чтобы показать фотографии мы можем выбрать демонстрацию не всех фотографий а только тех фотографий которые на которых у нас попадает выбранная точка то есть перемещаясь между точками из нашего списка у нас будут подсвечиваться фотографии на которых мы должны их нанести зеленый медальон зеленый кружочек не является на данном этапе максимально точным то есть он имеет какую-то погрешность вокруг нашего маркера то есть может смещаться в определенных пределах вокруг него именно для того чтобы более точно привязать нашу модель мы можем приблизить максимально к интересующему объекту и с помощью шифта уже более точно вручную нанести наш маркер с известными координатами после нанесения минимум ну то есть либо мы можем уже все точки нанести для минимального расчета нам же необходимо нанести три точки на трех фотографиях после чего нужно будет запустить повторную аэротриангуляцию для того чтобы модель была перепровязана и переуравнена уже по точкам для этого мы переходим в вкладку генерал запускаем аэротриангуляцию на первом окне мы видим автоматически созданный следующий блок как который будет пересчитан еще раз и увидим что в дальнейших наших настройках появилось две функции это опять-таки параметр по тому насколько мы уверены в наших опорных точках то есть они могут быть вычислены точно и мы знаем что что можно да там полагаться на них и соответственно если же возможно по каким-то причинам мы не уверены там в том насколько то есть мы можем то есть и и и и и полина да коллеги полина звук пропал сейчас полина наверно подключится да евгений с мобильных устройств не очень но мы если что будет запись у нас выложена поэтому можно будет записи в крайнем случае посмотреть так полина вернулась я удаляю меня почему-то да почему-то меня разъединило вот да извиняюсь за такое неразумение после выбора того процесса того как мы будем по какому параметру будем уравнивать у нас появляется опять же настройка дополнительная в которой мы можем уточнить например такой параметр как положение камер нам их нужно вычислить по новой или же например уточнить а возможно оставить без изменения мы как правило мы рекомендуем вычислить по новой после внесения опорных точек после того как второй этап регуляции пройдет он пройдет уже значительно быстрее связано это с тем что уже пользуется программа теми связующим точкам которые она нашла и процесс происходит ну наверное процентов на пятьдесят а может быть и больше быстрее повторное уравнование теперь на вкладке опорные точки мы можем с вами видеть что они поменяли окраску стали зеленого цвета это говорит о том что все опоры были уравнены удачно если мы видим с вами что какая-то запора у нас окрасилась желтый или зеленый цвет стоит к ней присмотреться возможно либо она была изначально снята неправильно или же нанесена не совсем точно опять же человеческий фактор может быть где-то нужно проверить обрез по соответствию точки и координат например то есть тут бывают разные ситуации после завершения этой аэротренингуляции у нас уже в принципе после завершения предыдущей аэротренингуляции но правильнее уже после второй аэротренингуляции запускать непосредственный расчет самой реконструкции как видите под блоком третьим у нас появилась такая надпись как reconstruction 1 на этом этапе мы с вами должны настроить нашу программу под параметры нашего компьютера как раз таки это и есть так называемое разбиение на тайлы которое позволяет абсолютно любому компьютеру в дальнейшем без потери качества модели построить там построить проект на основе хоть трех тысяч фотографий хоть пяти хоть десяти и так далее но вопрос в том что это будет например если вы возьмете и будете делать это ноутбуком это будет очень долго потому что совершенно очевидно что сейчас в принципе для любого программного обеспечения этого класса требуется хорошая мощность но тем не менее в программе есть такая возможность как рассчитать модель даже на очень слабой машине в чем суть тайловой модели у нас есть несколько несколько параметров вот если если бы наша была возможность выдвинуть вниз список мы могли бы обратить внимание что мы можем разделить исходную нашу модель которую мы видим вне просмотровщика как по размеру каждого отдельного тайла да то есть задавая метры например каждый каждый тайл да там будет пять метров метр не знаю там сто метров километр так и по нагруженности вашего компьютера то есть каждый такой блок сейчас вы их видите два мы можем указать то количество оперативки которую он будет занимать при расчетах машины то есть например у вас компьютер с оперативной памятью 8 гигабайт соответственно если вы хотите загрузить машину на 70 процентов при этом еще параллельно выполнять какие-то действия то вы будете вынуждены указать там 5 гигабайт оперативки задействия на один такой блок если же у вас там 64 то соответственно вы можете здесь там указать 70 процентов от этого объема или же загрузить машину полностью то есть указать что один тайл у вас загружает 60 там 61 62 за оперативной памяти такое возможно машина при расчетах не всегда задействует полностью всю оперативку но на определенных этапах такая нагрузка будет выполняться это очень удобно здесь будет указано конечное количество тех элементов на которые был разбит общий проект мы можем в данном окошке при помощи инструментов также редактировать то есть например выделить окаймить краями данного треугольника отдельный участок который нам необходим например нам не нужна вся модель мы выбираем что-то что-то отдельное и оставляем то есть какой-то отдельный кусок это в дальнейшем поможет быстрее и более активно его посчитать далее у нас идет две вкладки это складки которые предназначены для редактирования модели то есть например если вы хотите выполнить какую-то не знаю задачу по изменению того что у вас получилось вы можете выгрузить данную модель определенном формате отредактировать загрузить ее обратно либо перенатянуть текстуру либо отредактировать текстуру и наоборот на уже имеющейся модели поменять текстуру нами данная функция используется редко она в принципе на мой взгляд для таких более дизайнерских задач нас интересует при настройке еще последняя вкладка которая имеется на на этапе реконструкции здесь мы можем выбрать с вами детальность модели то есть медиум хайт или ультра например это влияет на скорость расчета нашей модели и на ее детализацию например для таких объектов как карьера очень удобно использовать медиум детальность углов она не так важна как например при съемке фасада или же наоборот снимая какой-то небольшой объект где мы хотим добиться там невероятной точности можем поставить настройку ультра естественно это будет это в разы увеличит время расчетное время модели но при этом и даст очень хорошие результаты после того как мы провели с вами две основные настройки это выбрали размер тайла и установили точность построим модели мы можем переходить непосредственно созданию продукта submit new production в этой вкладке как раз таки является очень полезным поменять имя продукта так как весь наш продукт хранится в одном месте там есть папка в которой все наши все наши работы будут сохранены каждая в отдельную папочку для того чтобы их не перепутать очень удобно бывает изменить имя в соответствии с тем как в дальнейшем вы собираетесь применять эту модель и для чего ее использовать мы задаем имя продукта после чего выбираем тот формат в котором мы планируем выгрузить или составить нашу модель это может быть 3d mesh это может быть облако точек а далее идет у нас ортофото на создание ортофото dsm и два параметра которые как раз таки применяются это внутренние параметры для того чтобы в дальнейшем выгрузить например отреактировать и загрузить обратно как правило два последних пункта ну крайне редко используются то есть это специфика отдельных проектов уже если мы с вами выбираем формат 3d mesh то далее мы с вами можем выбрать формат собственно самого 3d mesh то есть это например внутренний формат 3mx который используется для того чтобы например посмотреть просмотровщики или же подгрузить целиком всю модель в кат-систему на базе программных продуктов компании bentley то есть там без потери качества вы можете редактировать ну грубо говоря ту визуальную модель которую получаете на выходе далее есть такие форматы как bx ubg то есть и в принципе если там рассмотреть там еще есть ряд форматов который применяется ну наверное для более узких программ но тем не менее имеет свое своего пользователя этот список программных программных форматов которых выгружается модель постоянно пополняется после выбора формата мы задаем систему координат опять же да повторюсь если у нас была задана определенная известная система координат и списка то на этом этапе мы можем конвертировать модель в любой в любую другую систему координат если вот у нас заданы параметры перехода или же если мы с вами используем систему координат локальную то есть не локальную а условную то есть например мы ставили не какую-то заданную а указывали что это условное то этот этот пункт у нас будет с вами недоступен потому что программа не знает по каким параметрам пересчитывать эту модель в другие системы на следующей вкладке мы можем с вами например указать какой то мы хотим формировать а какой не хотим ну как правило тоже редко используется потому что удобнее всего формировать тот объект который мы хотим в результате на выделение его на предыдущих вкладках при делении на тайлы и следующее следующий пункт это указание места куда будет сохраняться наш проект как правило его проще оставить в умолчании после чего нажимаем submit и у нас начинается расчет самой модели сразу же после того как у нас начался расчет в принципе с этого момента мы уже можем либо заниматься какими-то правильными делами либо сразу же в очередь поставить ряд других форматов которые нам могут быть полезны для того чтобы производить дальнейшую обработку если например вы работаете на базе программных продуктов для которых вам необходимо соревновать например облака точек соответственно для того чтобы поставить в очередь на обработку другие форматы мы возвращаемся на вкладку reconstruction и запускаем новый продукт который мы меняем имя выбираем следующий формат например облака точек и задаем тот ту например разрядку в которой мы хотим разрядить то есть здесь мы можем набирать точки либо каждый пиксель либо задать интересующую нашу разрядку что бывает очень удобно потому что естественно что исходная облака точек у нас будет очень-очень тяжелым она у нас имеет раскраску RGB и иногда тот объем для некоторых задач который идет по умолчанию он является излишним поэтому мы можем с вами раздать разрядку либо в пикселях либо в метрах в данной ситуации поставлена разрядка каждый десятый пиксель формат который мы можем выдать это может быть формат облака точек лаз под или недавно добавили еще и лаз формат для также для удобства после того как вы выбрали разрядку облака точек вы снова указываете систему координат которые хотите это получить и у нас автоматически очередь становится в следующий процесс здесь вы видите у нас имеется два тайла они будут считаться поочередно сразу после этого наполняется настройка например ортофото опять же возвращаемся на предыдущую вкладку на reconstruction и называем следующий наш объект задаем параметры по настройке ортофото например мы можем указать количество пикселей на лист то есть в принципе по умолчанию программа делит одно большое ортофото на на тайлы которые у нас естественно все между собой связаны при загрузке в любую кат-систему они у вас будут выстраиваться в единую мозаику а размер каждого каждого такого кусочка мы можем изменять в этом окошке единственное ограничение то что если компьютер например ну не может сформировать по там параметрам видеокарты более там двадцати тысяч пикселей на лист то соответственно расчет такого ортофото вряд ли будет просто исходя из параметров компьютера поэтому в такой ситуации необходимо уменьшить количество пикселей на один отдельный участок после этого точно так же мы можем задать систему координат и запустить расчет с этого момента программа выполняется расчет самостоятельно каких-то дополнительных указаний если уже не требуется все процессы выполнены в порядке очереди также там например если вы используете подключение других машин то каждая машина возьмет отдельный тайл и будет обрабатывать его по мере необходимости переключаться на следующее в принципе основные настройки параметры параметры программы на этом можно считать завершенным вот то есть нельзя сказать что он там совсем прямолинейный там имеет три кнопки но тем не менее базовый функционал который в программе есть был продемонстрирован естественно есть еще там небольшой набор функций по каким-то специфическим задачам но обладая даже уже данной основой можно спокойно обрабатывать проекты по результатам программы что подразумевалось по трехмерной визуальной модели которую вы можете смотреть посмотровщики на там например на нашем сайте выложены примеры таких продуктов то есть там вы можете перейти во вьювер и покрутить рассмотреть приблизить более подробную более подробную трехмерную модель сейчас это скриншот например на урсалимского монастыря вот как раз таки такую модель вы можете просмотреть во вьювере и передать там любому заинтересованному лицу соответственно это у нас скажем так предварительный просмотр или же например если вы работаете на базе программ bentley то вот такую модель вы можете редактировать остальные форматы то есть например облако точек там фобекс там революционные поверхности выглядят ну думаю представляете как ничем не отличаются полученных поверхностей там другими классическими способами только естественно она будет более подробно вот здесь вы видите например интерфейс с просмотровщика да то есть сюда мы загрузили открыли тримиксовую поверхность и сейчас вы видите например функцию подсчета объемов еще раз повторюсь подсчет объемов производится у нас как объем фигуры которую мы выделили по контуру с помощью инструмента volumes то есть здесь проектную поверхность мы с вами погрузить не можем но на самом деле в любом случае все оформления более подробные вы будете производить в кат-средстве поэтому там отсутствие возможности подгрузки проектной поверхности в принципе ну не принципиально потому что считать объемом вы все равно будете в стороннем софте также здесь вы можете посмотреть координаты любой точки померить расстояние и площади соответственно все полученные материалы как правило формируются в следующем да там для обработки формируется следующий пакет облако точек по которым производится там построение там поверхности или готовую уже поверхность и оформление чертежа все разрезы и все все произведения и ортофото например оно же автоматически связано со всеми другими данными в любом последствии оно все садится воедино ортофото у вас подкладывается под облако точек или текстурированную поверхность соответственно данный программный продукт используется уже на большом количестве предприятий которые применяют его уже больше года оно тестировалось его работоспособность была проверена именно тестовыми проектами сравнение с классическими методами с разными абсолютно вот и дальше хотелось бы отметить то что в дальнейшем планируется например такое обновление в котором будет приложена отдельная отдельный модуль для того чтобы редактировать модель то есть данный функционал он не планируется развивать непосредственно в самом софте потому что все таки он имеет определенную направленность да то есть на то чтобы именно корректно строить модели по фотографиям да то есть и не включать в себя функционал там редактирования прямо в программе и поэтому все эти функции хотят перенести в отдельный модуль который в дальнейшем будет предлагаться в комплекте ну по умолчанию в комплекте с остальными модулями которые уже имеются на данный момент вот в принципе то есть если об основном функционале программы и о том как мы производим все все измерения и в принципе работу да саму софте то есть было сейчас продемонстрировано так можете работать с абсолютно любым проектом поэтому если возникли какие-то еще дополнительные вопросы сейчас удовольствие на них отвечу и в принципе более подробно на наши модели уже имеющиеся вы можете посмотреть на сайте the drone.ru там они в трехмерном виде как раз таки опять же повторюсь в этом просмотровщике можете померить посмотреть приблизить на сайт видите на экране вот в принципе на этом у меня все так александр 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 написал что он тут и что то его нет так надеюсь сейчас к нам подключится спасибо полина за интересную презентацию здесь у нас есть достаточно много вопросов давайте сначала начнем так я сейчас включаю опрос коллеги кто еще не успел принять участие прошу принять участие в опросе так какие у нас вопросы были с самого начала от мартынова алексей вопрос а какое по используется для построения маршрутов и соответственно для реализации их так как стандартный по диджай не поддерживает этого ну немножко съемки давайте расскажу да то есть на самом деле сейчас программных продуктов для построения моделей маршрутов их очень много они очень хорошо развелись если раньше было там совсем чуть-чуть то сейчас тоже большой например по программному обеспечению стандартное приложение для диджай действительно не поддерживает маршрут но было выпущено не то чтобы выпущено а доработано программное обеспечение для доработано программное обеспечение называется оно сейчас секундочку ground station это программное обеспечение изначально было предназначено еще для фантома второго потом долгое время оно не дорабатывалось а сейчас оно активно используется уже для всех последних моделей но единственное его ограничение и проблема заключается в том что на данный момент оно поддерживается только на платформе iOS только для айпадов и айфонов то есть и к сожалению пока мало вероятность того что в дальнейшем оно будет перенесено на андроид но в принципе если рассматривать приложение для андроид то есть и pix4d есть есть недавно нам рассказали там drone deployed оказывается есть приложение когда-то мы его тестировали но тогда оно было довольно сырым вот в принципе поэтому выбор по планированию маршрутов сейчас очень большой думаю несложно будет определиться с тем которая больше всего нравится вам здесь вот александр васильевич подсказывает или спрашивает дрон пилот есть такое дрон пилот дрон пилот дрон пилот извините пайлот нет нет я просто что-то подобное слышала но к сожалению я его к сожалению не видела если это не ground station доработанный потому что иногда он в такой тематике да как-то он назывался по-моему похожим образом но в принципе да возможно ну хорошо от данилы вопрос какой фантом в примере на f3 не определяется конкретно размер матрицы и фокусная или задание стандартных параметров для камеры задается в базу внутри программы я каждый раз ввожу вручную смотрите на фантоме 3 как раз таки цепляется автоматически там есть библиотека калибровок даже там есть эти параметры вот очень интересно потому что автоматически какое-то время не цеплялись параметры как только вышел там фантом 4 pro вот с него автоматически не цеплялись потому что долгое время никто не мог сказать размер матрицы все знали что она 1 дюймовая но точного размера в миллиметрах какое-то время было такое затишье никто назвать не мог вот так они в принципе библиотеки калибровок все есть если обратите внимание так на складке как раз фотогруппы если вы щелкните по ней правой мышкой то там будет возможность открыть как раз таки библиотеку калибровок который можно будет как раз подобрать по вашей камере хорошо так еще вопрос от андрея сырой фаз one не поддерживают форматы по форматам пока есть то что было представлено на слайде сейчас еще раз открою насколько я помню по моему видно сейчас экран да видно формат сейчас я закрою вот можно было стороны вот в общем вот те форматы которые сейчас представлены на слайде на данный момент все они поддерживаются в принципе наверное можно попросить добавить еще какой-то формат разработчики люди не жадные думаю не жалко хорошо следующий вопрос от Данилы тоже если используется распределенная а нет от Алексея был вопрос как поделить задачи между несколькими энджинами очень просто на самом деле все что нужно сделать это на каждой машине в папке настройки нужно прописать общий диск и все чтобы он был один на всех компьютерах и дальше программа просто все что вы делаете на каждом компьютере запускаете энджин чтобы он в фоне там где-то висел и больше не делаете ничего дальше программа автоматически будет сама разбираться что и цеплять и что считать Данила вопрос если используется распределенная обработка то при тайловой обработке указывается по слабейшему ПК и как объединить тайлы вот настройку вы указываете на вкладке production то есть тайл да вы совершенно верно говорите что тайл нужно указывать по самому слабому ПК да потому что ну иначе он просто не справится он как бы возьмет у вас возьмет за тайлы если не будет хватать оперативки он этому тайлу просто даст ошибку потому что он не может его посчитать от Данилы Буланкина вопрос как решаются проблемы с растениями кусты трава деревья при построении рельефа ну смотрите тут у нас складывать ситуацию следующим образом программа на данном этапе фильтров отдельных не имеет то есть строят то что видят мы на данном этапе решаем это с помощью постобработки есть программное обеспечение которое позволяет автоматически все это убирать сейчас как я уже сказала в следующем обновлении будет предложен отдельный модуль который будет решать этот вопрос уже непосредственно в комплекте с самим context capture но это будет отдельный модуль потому что такую математику ну запихивать сам софт разработчик посчитал что это может быть не совсем качественно и поэтому создает отдельный модуль от Сергея вопрос при построении ортофото линии реза программа выбирает автоматически автоматически но на самом деле если вот не видели да наверное эту фото результата с context capture если посмотрите то там эти линии как бы на вот на точках разреза на тайлы там никаких сложностей не уникает то есть программа очень качественно это делает и поэтому линии пореза здесь ну в данном со всех как бы скажем так на них акцент определенного дела не было ну проблем с ним от смирного алексей вопрос не планирует ли бентли в ближайшее время реализовать ортотрансформирование растров а не 3d тина все-таки трансформировать модель это неудачный подход с геометрической точки зрения на данном этапе такой тематики вроде не было предложено но можно уточнить разработчик а а может еще вопросы коллеги кто хочет подключиться с камерой звука с удовольствием подключим ну персонально обращаюсь к николаю стена Ну, к Алексею Смирнову. Если есть, может, вопросы или мнения по данной программе. Так, от Буланкина Данилы тоже еще вопрос. Кстати, насчет Фантомов. Как ваше мнение? Фантом 4 насколько целесообразно использовать для аэрофотосъемки? Ожидается обновление 1.2000 на 1.500. Ну, смотрите, ну, тут давайте разделять. Есть Фантом 4, есть Фантом 4 Pro. Фантом 4 Pro, другая камера, ну, немножко другими параметрами. То есть, это уже 20 мегапикселей, дима, матрица. Для определенных задач данный Фантом на тестировании показал себе очень-очень удачно. Так, от Свердлины Дмитрия и также Данила присоединяются. Каковы преимущества Context Capture перед фотосканом? Если они есть, есть, то какие? Ну, смотрите, если вы запихнете одинаково материалы туда-туда, вы увидите разницу в детализации. Также по потребованию к машинам, то есть, на мой взгляд, то скан более требовательный. То есть, у него есть какие-то пределы, ниже которого он считать не станет. Вот, а у нас есть тайл-система, которая позволит разделить и посчитать модель в высоком качестве, максимально высоком качестве, даже на станции на весенней машине. Вот, хорошо. Еще вопрос. Ну, собственно, Дмитрий вопрос. Роллинг-шутер камеры пока не учитывается? Я извиняюсь за свою некомпетентность. Это что? Полина. Стоимость не спрашивали, Сергей. Сейчас, коллеги, пока Дмитрий уточняет, что за шутер камера, а мы ищем в гугле. От Данилы Дрыга вопрос в продолжение был. Был про интересную шутер камеру. Ну, Алексей ответил, роллинга нет. Ну, наверное, Алексей, посчитаем его компетентным в этом вопросе. Как происходит объединение тайлов? Это в продолжение, наверное, Данила своего вопроса. Так, объединение в плане... Ты уточнял, нет? Объединение тайлов, они все связаны между собой. И при открытии с шифтом практически в любом кат-средстве они вместе все у вас и откроются. То есть это, наоборот, является преимуществом в плане того, что если компьютер, вы хотите там открыть плотное облако, но при этом все вместе оно у вас просто может не открыться. То есть вы можете отдельно по тайлу открывать каждый и производить там любую обработку, любые действия. А потом, открыв другой тайл, там, закрыв предыдущий, у вас ничего никуда не отвалится, оно будет объединить. Ну, или можете объединить, то есть, с любой командой в кат-средстве. Так, от Кулюшина Дениса вопрос. Есть ли возможности обработки мультиспектральной съемки? Изначально не предназначено. Ну, обрабатывали, у нас были такие тестирования, получается, модели строятся, но, к сожалению, изначально именно в самой программе не предусматривалась обработка мультиспектральной съемки. Но модели получаем. Угу. Так. Я пока смотрю в гугле, что такое роллинг-шутер, а то и Николай не может. Визуальный эффект, возникающий в некоторых видеокамерах с функцией видеосъемки, оснащенных КМОП-сенсором. С полнокадровым переносом. Короче, кривые фотографии получаются. Ладно. Что-то скажут, что я не очень компетентен. Вот Алексей подтверждает. Он уже посмотрел в гугле. Так. Во время съемки в движении, да, вот Дмитрий уточняет. Ну, по всей видимости, не используется, если мы об этом... Нет. Так вот, ну, не рекомендуется. Вот. Хорошо. От Сергея вопрос. Какой частотой рекомендуется использовать опорные точки для картографирования одной двухтысячной сечением рельефа полметра? А чем собираетесь собирать? Ну, по всей видимости... Фантомом? Фантомом четвертым PRO. Слушайте, ну, вообще, в принципе... Полин, да, задокументированно. Вот как скажешь, так они и будут делать. Да, 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 да. Инструкция. Вот. Ну, смотрите, мы рекомендуем, там, от 500 метров сетка, там, до километра. Ну, тут, знаете, тут немножко задача нужно отталкиваться. Ну, для двухтысячного вполне. Опорные точки должны располагаться, как по инструкции съемки двухтысячного. Через сколько там? 30-40 метров. Ну, перевоз. 30-40. Вот. Тогда все хорошо получится. Да, тогда вообще все отлично. Аэрофлот съемка наша все. Ну, еще важно распределение их равномерное. Ну, вот, Сергей подсказывает 5 точек на квадратный километр. Ну, почти, да. Ну, 500 метров получится почти. Ну, да. Да. И в серединке. Так, от Сергея Паршина вопрос был по стоимости. Можешь озвучивать? Вы знаете, это лучше мне уточнить. Направить, наверное, какие-то коммерческие, не знаю, запрос на почту. У тебя там была почта? Да, у меня в конце контакта, да. То есть, потому что я немножко не по стоимости, не по сейлу. Вот, поэтому направите запрос, я думаю, вам ответят. Да, Сергей. А то Полина слишком много или мало скажет. Так, хорошо. Следующий вопрос. А был у нас вопрос. Можно ли редактировать линии шивки мозаики? От Виктора вопрос. Какие отчеты может выдавать Context Capture от Дмитрия Светлина? А, смотрите, там есть после артингуляции внизу есть две кнопки. Одна из них вью. Вот PDF-файл, в котором идут расчеты по подбору пары и так далее. Или, в принципе, вот такой тематики отчет. Если необходимо, я могу его выслать для рассмотрения. Из Контакта направьте свое, с удовольствием. Брошу. Ну, хорошо. Слайд был про внутреннюю модель помещения. Пробовали подобное сделать от Смирнова Алексея? Вы знаете, пробовали, пробовали неоднократно. У фотографии все-таки есть такой момент, что когда вы внутри фотографируете, расстояние до стены у вас очень маленькое. А стена у вас очень однотонная. И в связи с этим могут быть определенные разрывы. Хотя наши коллеги, вот сейчас сходу слайд не найду, они применяют технологию внутри помещений для контроля строительства. И они нам показывали совершенно невероятную модель, в которой количество каких-то некорректностей, но буквально на стекле, у них было несколько разрывов, и на потолке небольшой. А в общем и целом модель, конечно, получилась очень хорошая, но фотографий нужно много. И все равно какого-то стопроцентного гарантия, что все-таки в каком-то кадре эта монотонность не сыграет свою отрицательную роль, есть шанс на какой-то из стенок получить разрыв. Но все, что имеет какие-то отличительные характерные элементы, углы, колонны, все эти вещи у вас получатся корректно. Сергея Паршина еще вопрос. Есть ли вариант с арендой этого ПО по времени? Ну, на данный момент подписки какой-либо нет. Ну, наверное, можно это обговорить по почте или по телефону. В смысле, например, там, выполнение работ, еще что-то такое. У вас же она есть, да, эта программа? Да, конечно, тоже. Да, индивидуально можно обсудить. Ну да. Также о Дмитрии, если несложно, это по отчетам, да, по всей днести, скиньте на имейл. Имейл, ну, Дмитрий, наверное, лучше с этого имейла направьте, чтобы не потерялся ваш запрос на вот имейл, который у вас на экране. Так, наверное, будет правильнее и понятнее. Ну, Полина, если сможешь индивидуально, вот Дмитрию, может, вышлишь это. Можем звонить, контакты все есть, обсудить, показать, протестировать, может быть, что-то ваше обработать, какие-то ваши материалы, если интересен конечный результат. Мы открыты для сотрудничества. Данила, еще вопрос. Может быть, поделитесь, какой ПО вы используете для постобработки, в частности, различные фильтрации, разрежения точек? Ну, смотрите, именно разрежать точки вы можете в контекст с Кепчен. Если какие-то более сложные конфигурации, то мы используем OpenRose Designer, это программа компании Bentley и Discartes. Там, помимо этих двух функционалов, ну, там, не то, что двух функционалов, ну, там, функционалов как автоматические цифровки, то есть не цифровки, а, там, ну, грубо говоря, распознавание элементов, например, таких как деревья, машины, дома. Есть еще раз других наборов, которые позволяют более эффективно оформлять дальнейший материал. То есть это отображение материала, например, по уклонам. Вы туда загружаете, получаете модель, прорежаете, во-первых, при построении поверхности, вы можете задать алгоритм того, как вы прорежаете ее. То есть, понятное дело, что если идет какой-то плоский объект, вам там ни 100, ни 500 точек не надо. Вот, соответственно, все эти параметры вы можете задать и отфильтровать материал, сделать его максимально легким, максимально удобным и оформить его полностью до конца, то есть во всех там условных знаках, порезах, разрезах и всем-всем-всем-всем-всем. Вот, поэтому это Discartes и Opera Road Designer. Если необходимо, также можете на почту направить запрос, можем, ну, там, презентации, название программы, чтобы посмотрели, направить. Так, коллеги, у кого еще вопросы есть? На большую часть, наверное, вопросов мы ответили. Если у кого-то вопросы, телефонный e-mail на экране.